друзья всем привет жук и виталий на связи сегодня как обычно кратко и по делу разберем ситуацию по биткоину по эфириуму и в принципе поймем какую ситуацию на крипто рынке нам с вами стоит ожидать средний срок и краткосрок но прежде чем мы с вами начнем хотел бы напомнить вам о бесплатном телеграм-канале крипто корона действительно годный телеграм-канал который помогает тысячам людей принимать свои торговые решения канал определенно достоин вашего внимания ссылочку на него можете найти в описании а мы с вами начинаем как с прошлого выпуска мы с вами планировали продолжать нисходящее движение так мы его собственно и наблюдаем единственное по эфиру она более интересное что ли и сейчас если рассматривать эфириум краткосрочно то он дает предпосылки краткосрочного быщего сетапа но по моему мнению это ведение в заблуждение и сегодня мы с вами пытаемся разобраться почему я так считаю для тех кто не смотрел прошлый выпуск напомню то что на данном канале ожидаемая среднесрочная цель по эфириуму находится в районе 120 долларов в прошлом выпуске я уточнил то что это просто цель это не зона для покупок а сейчас же я уже нашел некоторые зоны которые можно рассматривать для краткосрочных сделок на данный момент на четырехчасовом таймфрейме по эфириуму мы с вами наблюдаем нисходящее движение это нисходящее движение у нас упирается в поддержку 127 долларов действительно если рассматривать среднесрочные таймфреймы уровень 127 долларов является поддержкой но я бы не назвал эту поддержку очень сильный плюс на этой поддержке если рассматривать ситуацию там за предыдущие два месяца жестких консолидации на с вами не было поэтому есть абсолютный резон полагать то что с высокой вероятностью эту поддержку мы с вами пробьем пробьем ее до уровня 114 118 долларов вот в этой зоне я считаю уже можно рассматривать краткосрочные вариант торгов в лонг вот именно с этой же целью 127 долларов по крайней мере это проторговка будет наиболее вероятная для тех кто недавно на моем канале расскажу предыдущий закуп по эфира у нас был на уровне 105 долларов я дозакупался еще немножко повыше до уровня 120 долларов потом я сделал две продажи со средней ценой 138 долларов и до сих пор от этих продаж держу фиат и мои соображения то что закупать эфир выше уровня 120 долларов сейчас не совсем разумно они до сих пор в силе и ближайшую более менее неплохую точку входа которые рассматривают уровень 114 тире 118 долларов могу конкретизировать 117 я рассматривают для себя но коридор именно 114 118 также эта зона более очевидно когда мы с вами начинаем рассматривать дневные таймфреймы очень большое количество пересечения серьезных сопротивлений поддержек находится именно на этом уровне и вероятность того что мы этот уровень не будем отыгрывать но лично для меня довольно низкая теперь довольно логичный вопрос я рассматриваю медвежий сетап но как правило медвежий сетап таким образом не выглядит это все-таки дамп восходящий канал опять дамп на высоту предыдущего дампа почему сейчас локально по эфиру мы с вами наблюдаем нисходящее движение все очень просто у нас отыграли новости с константинополем инвесторы поняли то что данная новость глобально влиять на курс не будет поэтому потихонечку начали сливать свой актив и цена у нас приходит к средней по рынку относительно уровня биткоина поэтому если биткоин локально у нас с вами показывает преимущественно восходящие движения то эфир наоборот немножечко падает потому что его цена изначально была завышена из-за этих вот новостей поэтому в принципе последние там два-три видео я отмечал то что в цене эфириума уже заложены вот эти новости поэтому движение по эфириуму в плане доходности были более интересные если рассматривать биткоин локально по телу свечей то у нас с вами легкое восходящее движение которое на более крупных таймфреймах довольно неплохо вписывается в рамки медвежьего сетапа здесь должны обратить внимание то что у нас сопротивление в 3900 долларов показывает свою состоятельность показывает насколько она сильно предыдущем выпуске кстати говорил то что выше 3900 3950 мы с вами ну очень очень навряд ли пойдем так оно получилось принципе цена у нас на уровне 3900 был легкий прокол опять же ограничился 3950 и ушел сразу же вниз если рассматривать локальные поддержки по биткоину то это уровень 3750 но здесь я хотел бы обратить внимание что это именно локальная поддержка перейдя на более крупные таймфреймы мы с вами сможем выделить более мощные сопротивления которые показывают нам цель движения на уровне 3600 долларов плюс минус что в принципе подтверждает уровне на дневках на данный момент есть довольно неплохая точка входа не знаю будем мы с вами отыгрывать или нет но это уровень 3550 долларов вероятнее всего эту поддержку среднесрочной перспективе мы с вами увидим вероятнее всего будем рассматривать как точку локального входа но об этом пока рано пока что мой прогноз по биткоину это пробитие локального уровня 3750 долларов ну и собственно говоря цели это 3600 плюс минус друзья очень ценю то что вы поддерживаете видео продвигаете видео помогаете мне в этом я действительно ну прям очень это ценю делайте мне какую-то бешеную статистику там к прошлому выпуску если я не ошибаюсь там 850 лайков на 30 дизлайков это же вообще взрыв мозга не подумайте то что у вас там что-то выпрашиваю просто действительно этому поражаюсь действительно вам очень благодарен это меня действительно очень сильно мотивирует спасибо вам огромное и до встречи в следующем выпуске работы